Музыка Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие друзья! На сцене команда КВН мы в квартале все спокойно. И сегодня в борьбе за победу мы не уступим ни беременным, ни детям, ни пенсионерам. Тем более, если это будет одна команда. Наташа, у меня для тебя подарок. Асфальт! Асфальт? Нет, это не асфальт. Это подслежник. Там еще много чего лежало. Я не стал трогать, трогать. Ребята, я себе тачку купил. Семен, не паркуй. Семен, не паркуй. Семен, не паркуй. Так, Данил, все хватит? Ты мне лучше объясни, ты зачем пластиковую бутылку шерстяных носков напихал? Как это зачем? Ты не замерзайка. А, ну понятно. И вообще, я не буду выступать, пока организаторы не выполнят твое желание. Да, и что за желание? Я хочу автограф Максима Латохи. А, ну это возможно, Максим, ради общего дела. Дорогие друзья, сегодня мы встали с Максимом Латохой еще чуточку ближе, потому что теперь мы живем в его квартире. Он продолжается с похода. Мы начинаем! Еще раз добрый вечер. Итак, представьте урок родной географии в Лифтенштейне. Здесь магазин, здесь туалет. А следующая миниатюра посвящена всем тем, кому недавно исполнилось 14 лет. Итак, представьте случай на улице. Парень, который час? Так, сейчас посмотрю, что у меня тут. Так, ключи, деньги. Так, а это у меня что? ПАСПОРТЬ! Мне не такое бывает, бомж проспал. Ах, еще чуть-чуть поваляюсь. Существи, внухи? Дайте мне пиво. А у вас паспорта есть? Конечно есть! ПАСПОРТЬ! А теперь давайте немного пофантазируем. Итак, представьте, поросенок-пунтик моется. А еще один, подруга, взять хорошенько пофантазу. ПАСПОРТЬ! 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 ЧТОРТЬ! ЧТОРТ! ПАСПОРТ! ПАСПОРТ! Только не слесарем. Только не слесарем. Слесарем! Прием, покорю! В последнее время появилось очень много новых клубов. И мы представим вам клуб «Людей со странностями». Здравствуйте! Я приветствую вас в нашем клубе «Людей со странностями». У нас в клубе сегодня новенький. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте! Меня зовут Семен, и я очень страшно хлопаю. Покажите! Давайте похлопаем Семену. И я познакомлю вас с нашим коллективом. Здравствуйте! Меня зовут Игорь, и у меня есть способность разочаровывать людей. Игорь. Один фейк. Так, спокойствие! Давайте просто похлопаем Игоря. Здравствуйте! Меня зовут Данил. И я люблю прятать разные вещи в свою голоду. Живочку хоть будет? Нет, Данил, спасибо. Давайте похлопаем Данилу. Здравствуйте! Меня зовут Наташа. И я уже почти справилась со своей проблемой. Я уже полгода не выкладываю еду в инстаграм, потому что не успеваю, что я не успеваю! Здравствуйте! Наши телестройки! А что бы хотелось сказать в конце? Стойте, ребята! Я хочу показать фокус. Сейчас я загипнотизирую Семена. Для этого я считаю до трех, ты превратишься в животное. Раз, два, три! Ммм, Наташенька! Так! Хватит! Давайте прекращать эту глоунаду, а? Пусть прекращать! Вы только шатер растянули! Ребят, ну вы же аванс получили, можете минутку и постоять! А в конце хотелось бы обратиться к нашим родителям. Дорогие родители, вот это клоуны, а вы к Венщике! Вдвоем квартале все спокойно. Спасибо! Что вы не делаете! А вы же угрызли! Ура, председатель Команда «Квент»! Мою хватает все спокойно! Теперь мы перебор, собственно, конкурсу «Размиска». Хотелось бы сказать, что сегодня вопросы задают много уважаемых членов жюри. И, как я понимаю, первым задаст свой интересный и смешной вопрос... Сергей Лисовой, друзья, автористов этому! Здравствуйте всем! Привет, кого вы видел! В позднее случаях, конечно, хотел бы поздравить всех девочек с 8 марта, прошедшим всем! Мальчик похлопает, конечно, ну что вы там сидите, я привижу всех, кто не хлопает, вы не хлопает! Всех вас, девушек, кто здесь присутствует за 8 марта! В общем, такое дело! Забыл совсем про 8 марта, не поздрав свою девушку, как мне её вернуть? Руку сломала не она, сразу же! Вот такой вопрос от Сергея, забыл поздравить свою девушку с 8 марта, как её вернуть? А как сломал Сергей? Всем же интересно сейчас, а? Вот так вот! Как можно рона, гололёд, ослабленный иммунитет, да? Ну что ж, ответ от команды плохой и очень плохой, Сергей повторяйте, пожалуйста! Как мне её вернуть? Вот у тебя проблемы! У меня пати сидит! Но это уже не мои проблемы! Как мне её вернуть? Да вернёшь ещё, не ламбанжер заложил! Отмечала команда, значит, пытаемся спокойно, ответы команды и люди напротив! Сергей повторяйте, как мне её вернуть! Можно ещё раз, пожалуйста? Как мне её вернуть? И чё, не пройдёт, сама посмотрите! Отлично! И пучок! Отвечала команда и люди напротив! Есть ли ещё ответы у команд? 5, 4, 3, 2, 1! Есть два ответа, как, смотрите, надо что и считать! Отвечает команда КВН Картина Репина! Как мне её вернуть? Ну ты чё, зачем тебе её возвращать? Ну ну смотри вокруг! Отлично! Ответ пришёл на КВН вообще! Ответ от команды КВН Старли знакомый! Как мне её вернуть? Ну ты номерок, давай позвоню, поговорю, вернёмся, нормально, позвольте! Хорошо! И ответ от команды КВН Кожа! Подожди, сначала вопрос! Кожа, как мне её вернуть? Ну после 8 марта Тридзиэта придёт! Тридзиэта! Такой, Игорь Чёрный! Тридзиэта! И ответ от команды КВН три катана мяса! Как мне её вернуть? Да, Новосибирс большой город, ещё новый! Это просто заметно, просто Тридзиэта! Вот, есть ещё один, давайте последний ответ этот вопрос! Как мне её вернуть? Пока, идти! Отлично! 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 Всё! Но Серёжка, смотри как последний все, это крайний ответ! Типей накачался, крайний ответ… Как ты её вернуть? За 3! ... Спасибо, Сергей, давай,皇 가 youtube деньги! Спасибо всем! Серёжка, давай, рукой, рукой! Ага! Вопрос задает капитан, пока тебе говорят вопрос, я обойдено. Капитан команды КВН-экскурсия по городу, Александр Шнайдер, друзья! Ура, друзья, здравствуйте всем. У меня очень серьезный вопрос. Да? Да, очень серьезный вопрос. Я собираюсь покупать автомобиль себе, ну, ездить, чтобы гонять по городу. И вот мне нужен совет от вас, как от автолюбителей, какой мне приобрести автомобиль. А тебе какие нравятся машины? Спортивные, седаны? Какие? Да на самом деле никакие мне не нравятся. Это просто вопрос, как ты думал, ничего не собираешься покупать. Нет, почему собираюсь покупать? Правда. Ответ от команды КВН-2, что плохой? Скажи, какой автомобиль мне приобрести? Я тебе другое скажу. Батя сидит, аж на рулем сестра была. Вот, в боках оказывается город КВН-2 и юридические таланты, друзья. И своеобразные родители. Есть ли еще ответы? Есть ответ от команды КВН-2. В моем квартале все спокойно. Скажи, какой автомобиль мне приобрести? Зачем автомобиль? Лучше автобус, экскурсии водить по городу. Зачем? Зачем? Поддача. Команда КВН-2. Скажи, пожалуйста, какой автомобиль мне приобрести? Шади пешком. Хэгуп, хэгуп. Да-да-да-да-да-да-да. Как хорошо, что были шутки у вас, Александр, в эфире. Не было бы их. Или бы песни Грузии. Ну что? Есть еще какие-нибудь ответы? Есть ответ у команды КВН-2? Люди напротив. Скажи, пожалуйста, какой автомобиль мне приобрести? Нифига вам новость бабок дает. А поменьше? Давай только не пробачиваю. Хорошо. А то слезы на глазах. Скажи, какой автомобиль мне приобрести? Девятка на рече. Себе там востоке волны. Ребятки умодляли. Ребятки, пацаны. По делу тоже. И вот так. Дядя, вот из трагедии какая смешная шутка получилась. Страхедия отца сделала игру. Спасибо. Спасибо всем. Спасибо, Александр. Друзья, можно поаплодировать. Передаю микрофон. Вопрос задаем Юрий Юрьевич. Давайте вы зададите вопрос. Можно какой-нибудь, который уже был даже? Почему у меня не шестой айфон? Почему у меня не шестой айфон? Такой вопрос. Начнем с того, что у меня в принципе Симминс лежит. Почему у меня не шестой айфон? Как странно. На сцене не услышали, а там рассказывают. Странно сегодня. Ответ от старых знакомых. Вопрос можно, пожалуйста, задать счет? Почему у меня не шестой айфон? Потому что у вас нет денег. Вопрос, пожалуйста, для команды КММ «Партайница» спокойно. Почему у меня не шестой айфон? Его батя в курсе по-любому. Ответ от команды КММ «Партайница» против НГУ. Почему у меня не шестой айфон? Потому что вы работаете в муниципальном казенном учреждении. Ответ от команды КММ «Партайница» говорит «Кожа». Почему у меня не шестой айфон? Будут у нас шестерки, будет шестой айфон. Я на полку команды из педагогического университета. Есть ли еще ответы на столь простой вопрос? Нет, друзья, есть вам ответ. Почему же у меня не шестой айфон? Ээээ, это чё? Чего у меня там больше нет? Спасибо большое, Евгений Юрьевич. Давайте павлокируем громче. Евгений Юрьевич. Евгений Юрьевич, у вас нет вопросов? Он вопросов. Как да? После фопа? После фопа. После фопа. Давайте вопрос задает директор открытой лиги КММ «Сергей Ганки». Здравствуйте! Всем, вот Сергей сказал про звучательный праздник 8 марта. Я хочу отметить, что у нас хоккейный клуб «Сибирь» прошел второй раунд. У меня вот есть ответ для одной команды. Давайте выкупить. Отвечает команда КММ «Кожа». Что бы вы сделали, чтобы победить в открытой Лиге Новосибирска? Но вы знаете, мы бы в Сочи поехали. Так, молодцы. Ничего, сам был Серега. Вроде бы сам придумал этот трис. Придумал. А вот, Лена, не понял вопрос. Чтобы вот команда «Сибирь» бы побрилась нагло, что бы вы сделали, если бы выиграли Кубок Открытой Лиги КВН? Отмечает команда КВН, люди напротив. Спасибо вам, что объяснили. Что бы вы сделали ради победы в Открытой Лиге Новосибирске? Если мы победим в Открытой Лиге, то все остальные не побреются. Хорошо. Что бы вы сделали, если победите в Открытой Лиге Новосибирске? Против сестры показания дал. Аплодисменты, отвечает команда КВН, в моем квартале все спокойно. А скажи, пожалуйста, ты переоделась? Ну, вопрос сейчас. Скажи, что бы ты сделала, если выигрыш в Открытой Лиге Новосибирске? А я бороду отпущу. Еще раз переоделась. Еще одна девушка отвечает. КВН, картина Репина. Что ты сделаешь, если выигрыш в Открытой Лиге Новосибирске? Да я покидалась. Отвечает команда КВН, старый знакомый. Что ты сделаешь, если выигрыш в Открытой Лиге Новосибирске? Куплю шестой фонд. Сибек. Оп! Котовый бистер-жок! Евгеньев, слово вы задаете, все довольны? Все! Спасибо, Сергеев Ганкин, друзья! АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, что же вопрос задает мне Евгений Зайцев, автор самых искроменных и интересных вопросов? А, спасибо, но сегодня я не подготовился и поэтому вопрос такой... Эх, ни разу до два сезона не подготовился. А, вот... Какой бы вопрос мог задать взрослый дядька из жюри? АПЛОДИСМЕНТЫ Вот! Отличный, отличный вопрос из нас! Я на счет! А, отвечает команда КВН, Юлина просит? Какой бы вопрос мог задать взрослый дядька из жюри? Виннегрет свежий? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Виннегрет свежий? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Какой бы вопрос мог задать взрослый дядька из жюри? Не знаю, мы вообще с ним разлим мы играем. Похо, показарься? АПЛОДИСМЕНТЫ Ответ от команды КВН Плохой и очень плохой! Я прям чувствую! Вот прям жту в каком подъят! Итак, какой вопрос мог бы задать взрослые дядьки из жюри? О, а ты что, переоделась? Я считаю, что на дно понедельной ночи нужно заплатить все сегодня все разбитые в облаченную аппаратисты. В моем квартале все спокойно. Ваши аппаратисты. Совсем недавно прошла церемония вручения премии Оскар. Но мы не совсем согласны с мнением жюри. Поэтому мы представим вашему вниманию свою церемонию вручения премии Оскар. Что ж, церемония наша Ацита. Сейчас будем вручать татуэтки. Жюри, диски, котлетки, крошки, детки. Семен, Сережа, Наташа, Элита. Первый Оскар за спецэффекты. И десермер его не получит. Спецэффекты в Новосибирске на день города будут покруче. Вот это да, 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 вот сейчас классный готов, вот это да. Лучший сценарий был Ацит Кусин. Ну а кто еще? Мы с таким не шутим. Женскую тоже хотели ему дать. Он нам одец. Он нам Дима. Лучший сценарий было выбрать не просто. Нельзя же взять и просто дать консер. В эту кандидатуру вопросов не отзывала. Дамы и господа, знакомьтесь, моя мама. Ну ты скоро школу закончишь. Мех пойдешь. Детишек начнешь лечить. Денег больших заработаешь. Может, это и не лучший сценарий. Мы с ребятами выберем четвертый. Вот так же нам просто, как получить. Мы вам расскажем просто и коротко. Новое и старое, только просто сложить. Итак, представьте, что было бы, если бы 50 оттенков серого снимали в Советском Союзе. Шурик, уже не рада? Больной углюдок. Следующий Оскар тоже красив. Получает его что мне когда. Оскар, это за звук самый лучший. Нет, ну ты только... Это послушай! Итак, представьте, Борис Бурдат заводит Жигури. Борис Бурдат на Диком Западе. Борис Бурдат катается на колесе обозрения. Лучший путь на языке иностранном. Это, конечно, мультур про кран. Говорит этот кросс на языке очень странный. Господа, следующий Оскар на лучшую шутку и не ищите нашу текстную очистку, его получает совершенно законно, команда, в моем квартале все спокойно. Искитимский лежачий полицейский раз в час переворачивается на другой полк. И, наконец, гость нашей программы, хорошего парню, здравствуйте всегда, действительно, парню, вы Оскар отдали. Встречайте, дамы и господа! Леонардо Ди Каприо! Леонардо Ди Каприо! Леонардо Ди Каприо! Здравствуйте! Подождите! Вы че, Леонардо? Ну да, вот пишите. Да вы меня обмакываете? Нет, смотрите. Если что, у меня еще братья есть, Донателло и Клянджелло. Леонардо Ди Каприо! Леонардо Ди Каприо! 93-го года рождения! Всегда! А в зале есть другие Леонардо? Что ж, поздравляю! А что вы хотели сказать этой песне? Даже обычные люди или знаменитости достойны Оскара Вот, например, вы Под каждым сидением в этом зале для каждого стоит маленький Оскар Посмотрите, посмотрите, это полная правда Ну че, Семен, чувствуешь себя в падающем самолете? Мы в зале все спокойно, не знаете, что сказать, брите Ваши аплодисменты, друзья, команда Уэлл в моем квартале все спокойно Можно поздравить громче